Здравствуйте, Александр Инковский, с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания, программа «Что происходит?» Значит, что происходит с газом, нефтью, углем и электричеством, будем пытаться разобраться в этой студии с Валентином Землянским, энергетическим экспертом. Здравствуйте, Валентин. Значит, первая тема, о которой мы будем говорить, значит, после того, как в Крыму было отключено электричество, перестало оно туда поставляться в ночь с 21 на 22 ноября, многие стали говорить о том, что из-за Крыма Россия может включить свои энергетические рычаги влияния на Украину. Вот давайте первый вопрос самый, да, как вы считаете, вообще договорятся ли Украина и Россия по цене на газ, и вообще, и будут ли договариваться? Так о чем договариваться? Есть контракт, то есть я думаю, о скидке мы можем забыть, это пройденный этап. Есть контракт, по контракту, в принципе, довольно пристойная цена идет уже с первого квартала следующего года, потому что корректировка идет по нефтяной цене, и это прогнозировалось, что базовая цена будет снижаться. Потому что она привязана к цене какого-то топлива, на мазут, на Средиземноморье, ну там хорошая формула такая. А это объективно дешевеет, поэтому и цена на газ она потихоньку снижалась. Да, у нас с лагом 9 месяцев, то есть дешеветь она начала давно, и вот тогда еще, условно говоря, в первом квартале говорили, что вот эти цены повлияют на конец года, на начало 16-го, вот оно так и происходит. Хорошо, то есть новой какой-то договоренности для того, чтобы возобновить поставки, например, в случае необходимости газа из России, нет такой необходимости? Формально нет, у нас есть контракт, фактически, ну как бы Россия может воспользоваться, например, каким-нибудь очередным форс-мажором для того, чтобы не удовлетворить заявки. Ага, хорошо, то есть как часто подает украинская сторона эти заявки? Ежесуточные. Заявки ежесуточные. Ежесуточные, да? Если сделана проплата, дальше пошли ежесуточные заявки, то есть я проплатил, условно говоря, там 100 миллионов, и я хочу, чтобы мне поступало, например, 50 миллионов кубов в сутки. То есть я не обязан сразу на эти деньги за один день все выбрать? Нет. Хорошо, вот смотрите, тогда внесите ясность. 25 ноября, значит, Нафтогаз Украины, ну, судя по сообщениям и от самого Нафтогаза, выбрал ранее предоплаченные объемы российского газа, новой предоплаты в «Газпром» не поступало, тут никто в этом не сомневается, потому что и «Газпром» говорит, что не поступало, и «Нафтогаз» говорит, что не платил, да? Заявки на поставку газа от Нафтогаза Украины тоже нет, но вот таким образом, значит, до поступления от украинской компании новых платежей «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Об этом уже говорил, значит, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер Украина, но, значит, он сказал также следующее, что Украина начала активный отбор газа из подземных хранилищ, которые и так недостаточно заполнены. Миллер также сказал, что отказ Украины от закупки российского газа создаёт серьёзные риски для надёжного транзита газа в Европу по территории Украины. Знаете, прежде чем прокомментируем слова Миллера, я хочу ещё прокомментировать, чтобы мы ещё одного человека послушаем, да? Потому что практически моментально была реакция украинской власти, что на самом деле редкость. Значит, глава правительства Арсений Цинюкс по отношению закупок газа сказал следующее. Пожалуйста, видео. Решение доручить нафтогазу зупинити придбання российского газа. А то они переплутали. Это не они нам не поставят газ. Это мы у них не купуем газ. Зроблено это в первую очередь в связи с тем, что пропозиции, которые подошли от наших европейских партнеров, ціновые пропозиции, набагато краще, чем пропозиции, которые от Схидного Сусида. Загальний обсяг споживания газа в Украине уже сейчас уменьшен на 20%. Это ещё раз подтверждает, что программа Уряда Украины по реформе энергетического сектора, по заприваджению субсидий, установлению обгрантованных тарифов и энергоэффективности является эффективной. И это единственный правильный шлях для того, чтобы, с одного боку, избавиться от российской газовой залежности, а, с другого боку, уменьшить споживание газа, меньше вытрачать денег на покупание российского газа и протягом 10 лет сделать Украину полностью энергонезалежной державой. Ну, а вот теперь мы послушаем третьего человека, Валентина Землянского, энергетического эксперта. Валентин, скажите мне, пожалуйста, я так понимаю, что нет поставок, и это не опровергает ни Миллер, руководитель Газпрома, ни Арсений Цинюк. Вот в этом мы сошлись. А теперь вот по разночтениям. Ну, есть такая традиционная Украина, украино-российская забава. Как с наступлением зимы, Газпром как бы регулярно, традиционно говорит о том, что все пропало, вот Украина говорит, нет, не все пропало, нам как бы, нам и так хочу. А теперь, как есть на самом деле, расскажите. На самом деле, смотрите, как складывается ситуация. На данный момент, то есть вот в чем, как бы правы обе стороны, на данный момент газ не нужен. Украине. Украине. Достаточно тепло, имеется в виду импорт газа, потому что, в принципе, реверсом тоже там идет достаточно минимальное количество. Достаточно тепло, то, что сказал премьер, упало потребление, есть газ в хранилищах, есть собственная добыча, этого действительно хватает. То есть, это момент первый. Момент второй – денежка. Денежки у Нафтогаза нету. Ни для реверса, ни для закупки российского газа. И дай бог, чтобы эта ситуация вот к концу года, к началу следующего, как-то разрешилась. Потому что кредиты, о которых там так долго шла, от ЕБРР и Всемирного банка, они пока приостановлены. На закупку газа непосредственно. На закупку газа, да. ЕБРР закупают у европейцев, то есть, уже это озвучено. Деньги Всемирного банка могут пойти на закупку как у европейцев, так и у России. Поэтому, ну, то есть, Миллер поет, нужно понимать, что этот месседж, он адресован не в Украину, он адресован в Европу. Вот, мол, видите, как бы сейчас ата-та будет, потому что у них хранилища пустеют. Наш месседж адресован сюда, а вовнутрь рассказать о том, какими бешеными темпами у нас проходят реформы, как сокращается потребление газа, и вообще мы без российского газа эту зиму переживем. А тут два сразу вопроса возникают. Первый, переживем, можем ли мы пережить теоретически без российского газа? Нет, даже теоретически мы не можем ее пережить. Мы можем, вот я уже неоднократно говорил, мы можем дискутировать об объемах. Надо нам больше российского газа или меньше российского. Все будет зависеть от ситуации. Но то, что без российского газа, и нужно понимать, что считать надо не помесячно, а по суткам, когда становится достаточно холодно, резко возрастает потребление суточное. Хорошо. А может ли Российская Федерация, ну а конкретно Газпром, хотя это в принципе одно и то же, а может ли Газпром обойтись без услуг Украины по транспортировке газа в Европу? Нет. Тоже не может? Нет. Это взаимная зависимость. То есть взаимная зависимость остается, да, несмотря на строительство этого северного потока, все равно есть взаимная зависимость. Ну, я вам скажу даже, что если северный поток будет построен, какая-то часть транзита останется на украинской территории. В любом случае. В любом случае. Сухой трубы, вот как говорит, как бы любят говорить Газпром, там останется сухая труба, будет она у вас оживеть. Нет, она не останется, но это не значит, что все хорошо. Это большой риск, потому что у нас система рассчитана на достаточно большие объемы прокачки, и с ней нужно будет что-то делать. Понятно. То есть даже, я так понимаю, условно, то есть даже просто снижение прокачки в два раза меньше, а затраты приблизительно такие же остаются, как и... Она становится убыточной, ее работа становится убыточной. Понятно. Хорошо, скажите, пожалуйста, ну вот цена на газ меняется, а цена на эту самую прокачку, которую оказывает Украина, такую услугу по прокачке газа, она остается фиксированной? Она привязана к цене на газ. То есть тоже меняется, да? Да, она снижается. И она тоже снижается. Потому что чем выше цена на газ технический, который закупается, он закупается для прокачки, тем, соответственно, выше тариф на транзит. Скажите, пожалуйста, ну вот я помню этот давнишний спор о том, что, значит, там пять лет назад был подписан договор, что необходимо было выбирать какое-то определенное количество газа, там ежемесячно, вы говорите, ну там ежедневно, не знаю, ну вот ежегодно, да? Ежегодно. Ежегодно. Там был пункт про ежемесячный отбор, его потом убрали, вот когда подписывали Харьковские договоренности в 2010 году, это было. Оставили только ежегодно? Ежегодно. Да, как бы. Хорошо, но ни разу Российская Федерация не воспользовалась своим правом там подать или воспользовалась? Воспользовалась. Воспользовалась? Вот сейчас вот эти вот взаимные претензии в Стокгольме, они в том числе включают и претензии по недобору газа. Хорошо, и какие будут дальше требования от Российской Федерации? Ну, платить. Или берите, или платите, или просто платите? Да, бери или плати, ну, это тот принцип, который заложен в контракте, то есть подали в Стокгольмский арбитрак, что согласно контракту вот недобор был. Это все фиксировалось. Это же не штраф, что нам могут выставить штраф, и это претензия. Нет, это, как бы, ребят, выставлен счет, вы должны были это взять. Мы говорим, не будем платить. Хорошо, не надо, счет отложили. Там, к примеру, в 2011 году, в 2012 году эта ситуация повторилась. Теперь эти счета все вместе собрали и просто приложили к иску, которая сейчас рассматривается в Стокгольм. А как долго будет действовать этот контракт? До 2019 года. И вот, в принципе, вот за 9 лет, может, каждый год может вот такой счет откладываться, то, что вы не добрали? Ну, вот сейчас, когда подписывают зимние пакеты, этот принцип приостанавливается. В чем, как бы, прелесть пакетных таких соглашений. Да, пакетных соглашений. Об этом почему-то Нафтогаз не очень любит говорить. Но при этом, вот эти действия, вот эти вот принципы берили платье, оно каждый раз приостановлено, ну, как было в прошлом году, так и в этом году, оно приостановлено до конца отопительного сезона. А это каким-то образом, не знаю, там, знаете, законодательно, да, с юридической точки зрения, оно фиксируется? Конечно. Ну, конечно, подписывается и протокол, дополнительное соглашение. То есть и та сторона российская тоже с этим соглашается, что в этом случае не применяется? Да, там подписывается оговорка, что это не влияет на процесс разбирательства в Стокгольме, но, как бы, момент того, что принцип берили платье приостанавливается, это зафиксировано в документах. Понятно. Хорошо. Значит, я тогда еще все-таки хочу вернуться. А, еще есть у нас один вопрос. Теперь вопрос от наших партнеров. Это сайт-обозреватель. Наши программы также транслируются и там. Читатели вот нашего партнера, интернет-издания-обозреватель, задают такой вопрос. Господин Коболев, глава «Нафтогаза», заявил, что Украина уже фактически газонезависима. А вы как считаете? Ну, я думаю, что еще немножко, и, в принципе, мы достигнем как бы газонезависимости. Подождите, вы только что сказали, что не надо, что без российского газа мы не обойдемся. Вы дослушайте. Вот нам осталось окончательно положить промышленность, и, в принципе, мы становимся газонезависимой страной. Не надо этого делать. Но, хорошо, скажите, а в чем... В противном случае мы зависимы как бы от импорта газа, потому что у нас, давайте понимать, у нас основной потребитель газа является промышленность. Импорт. Не население. Не население. Хорошо. Ну, вот смотрите, нет там, нет Крыма, да, ну, я имею в виду, на который необходимый газ. Даже без Крыма, даже без учета Крыма. Нет Донецкой части, Луганской области, куда там поставлялась газ. Или газ, все равно мы, как бы, вот этот газ, о котором сейчас идет речь, Украин, для украинских предприятий, считаются сюда же и предприятия, которые там находятся на неконтролерной территории. Мы считаем без Крыма и Донбасса. И более того, сокращение потребления, вот которое посчитано сейчас Минэнерго, по сравнению с прошлым годом, оно считается уже без учета Крыма и Донбасса. Хорошо, понятно. Значит так, идем дальше. Теперь, другой вопрос у нас. Президент России Владимир Путин заявил, что, как вы понимаете, вопрос будет крымским. И господин Путин, это не связано абсолютно, знаете, там, с истребителем и со всеми остальными турецкими там сладостями. Значит, вот господин Путин заявил, что проблема с электроснабжением Крыма, который, ну, фактически нет электроснабжения с 21 ноября, будет полностью преодолена летом 2016 года. Вот об этом Путин сказал, открывая заседание Совета по импортозамещению и выразил недоумение по поводу позиции официального Киева относительно блокады. Пожалуйста, прямая речь. Путин, за их стойкость, за готовность перенести определенные невзгоды, связанные с этой энергоблокадой. Конечно, эти проблемы будут преодолены. Удивляет только позиция наших партнеров из Киева. Без их молчаливого согласия эти события не могли бы состояться. Это очевидно и понятно. Они говорят о необходимости возврата Крыма в состав украинского государства и издеваются над людьми. Действуют прямо в противоположном направлении. Ну, что ж, это в выборах такой. Ничего нового и удивительного здесь нет. Нужно сегодня сделать все, чтобы работали временные источники генерации, а к 20 декабря, как мы договаривались, чтобы была положена уже первая первая нитка энергомоста. Ну, а летом 2016 года и вторая нитка. Надеюсь, что так и будет. Министр энергетики меня заверил, что даже и побыстрее это произойдет. Но не в ущерб качестве только прошу вас. И обращаю внимание Архадия Владимировича на это. Прошу вас тоже держать под личным контролем. Значит так, это было выступление Путина на Совете по, Государственном Совете по импортозамещению в России. А вопрос у меня к нашему гостю Валентину Землянскому очень простой на самом деле. Как вы считаете, вот ситуация вокруг электроснабжения, энергоснабжения Крыма, будет ли она использоваться в торгах по газоснабжению Украины или нет? Ну, я думаю, да. Я вот с этого начал, сказал, что по поводу скидки, то есть о скидке разговора не будет. Это раз. Во-вторых, есть такой момент, он очень тонкий. Я не уверен, что Россия пойдет на это, но, скажем, исключать нельзя. Что формально использовать причину форс-мажора, вот то, о чем я сказал, не удовлетворив заявки, суточные, мы же говорим о суточных заявках, сказав, что, ну, или там не полностью удовлетворив. Это, допустим, когда в Украине может быть там глубоко минусовая температура, да, они говорят, а у нас, извините, у нас труба поломалась. Ну, да, к примеру. Условно. Условно. Ну, ресурса не хватает, так бывает. Хорошо. А то, что тот газ, это сейчас мы еще не к теме энергетики Крыма, а тот газ, который у нас в подземных хранилищах, его-то на сколько хватит? Ну, как бы, опять же, в зависимости от того, как будет холод. Ну, вот я просто почему вам как бы говорю по поводу суток. Смотрите, Украина при низких температурах потребление может доходить там где-то порядка от 250 до 300 миллионов кубических метров в сутки. Так. Вот нам эти 300 миллионов нужно закрыть, поднять из хранилищ. А у нас 2,2 сейчас, да, там или, я считал, нет? В хранилищах? Да. В хранилищах 16,5. 16, подождите, а что же я взял так? Окей, хорошо, я ошибся. 16,5 в хранилищах, ну, вот, считайте, то есть 150 в сутки миллионов можно поднять из хранилищ. Реверсом, ну, я думаю, что при холодной температуре это будет половина где-то там миллионов 15. Собственная добыча это еще 50 миллионов, то есть 215 мы можем закрыть без России. Вот все, что выше, почему я сказал, что можно дискутировать об объемах, все, что выше, в зависимости от температуры, нужно будет закрывать со стороны, за счет российского газа. Смотри, вот мы разговаривали с Сергеем Диченко позавчера в этой студии, и он говорит, что в принципе это не вопрос, знаете, он считает, что этого газа хватит. В любом случае он говорит, что будет просто меньше газа для тепловой генерации. И будет поэтому, да, там температура, ну, к примеру, да, в доме там не плюс 21, а будет там плюс 18, или плюс 17. Или плюс 16. Ну, то есть он говорит, что можно все равно обойтись без российского газа. Или плюс 10. Так я вам еще раз говорю, не проблема, давайте положим промышленность и перестанем топить в домах, и нам не нужен импортный газ. Понял. Хорошо. Значит, теперь по энергетике Крымской, скажите, пожалуйста, установить на самом деле сколько нужно, и сколько есть, и сколько нужно Крыму, вот мне не представляется возможным. Да, потому что российские источники говорят одни цифры, украинские, украинские тоже говорят, все разные цифры говорят. Говорят, что там Крыму надо там от 800 мегаватт, да, там, до миллиона 600... 1200. 1200. Я слышал и 1500, допустим, да, в пике какие-то там необходимо, когда холодно и так дальше. 1200, да. Значит, я беру... 800, да, 1200, да. Я беру заявление прошлогоднее господина министра топлива и энергетики, он у них называется в Российской Федерации, и читаю, что в Крыму в прошлом году, когда были тоже там небольшие отключения в декабре, там, связанные с техникой, да, тогда были поставлены генераторы мощностью 13 газотурбинных каких-то... Да-да-да. Мощностью практически 300 мегаватт и еще 1400 дизель каких-то компактных установок тоже еще на 300 мегаватт, то есть 600 мегаватт поставили. Плюс есть Симферопольская ТЭЦ, Керченская ТЭЦ, там еще, в общем, 4 небольших по объему генерации. 150 мегаватт они дают. Вместе 4 этих теплоэлектроцентрали. Плюс есть солнечная генерация, пусть... Ну, есть, да? Есть ветряная генерация. И я читаю тоже, она дает там 400, от 200 до 400 вот эта вот генерация. Ну, вот альтернативная, она такая, она очень ненадежная. То есть есть солнышко, есть, да? Есть ветерок, есть. А если не солнышко, не ветер? Ну, смотрите, 600 плюс там 140, да, это уже как бы там практически 700. Ну, да, пусть будет 700, к примеру, да? Пусть будет 700. А если там выговорить, выговорить, многие говорят, да, говорят, что 800 всего надо. Ну, когда, если надо всего 800, а у нас уже есть там 700, то это может быть так, что, ну, на час выключат где-то свет. Ну, не та же, как в Симферополе, да, что там... Дизель-генератор, это штука тоже такая, она ж не... Это ж не постоянный, да, то есть это на крайний случай, там, на несколько дней, они достаточно, во-первых, как бы берут много топлива, то есть получается у вас электроэнергия достаточно дорогая по себестоимости производства, во-вторых, они выходят из строя, то есть их нужно регулярно ремонтировать. Ну, это штуки, еще раз, они... Ну, потому они называются резервные, что как бы на какой-то короткий промежуток времени. Поэтому вот на дизель-генераторы я бы это не возлагал. То есть по моим пред... Вот из тех заявлений, которые идут, то есть у меня такое ощущение, что закрывают они где-то половину, то есть порядка 500 мегаватт сейчас. Вот как бы закрываются. Тогда почему, скажите, пожалуйста, допустим, в Симферополе было в начале, когда только это все начиналось, там, ну, в воскресенье, 22-го, 23-го, допустим, в Симферополе тогда включали в среднем 12 часов по городу, я не беру какие-то, где там, возле Совета Министров, где хорошо всегда, или возле больниц каких-то. В среднем было 12 часов, а вчера сократилось уже в среднем по Симферополе до 4-х часов. Ну, вот дизель-генераторы... Их нельзя так долго, да, как бы... Их нельзя так долго держать. Поэтому, естественно, нужно... Ну, смотрите, у нас контракт был подписан на 550 мегаватт поставок. С Крымом? С Крымом. То есть не 800, там, не 1000, не 1500, не 1500, а 550 ровным графиком. Почему, собственно, вот как бы и возник вопрос относительно ситуации на АЭС, потому что основными поставщиками были атомные электростанции Запорожская и Южноукраинская. Ровным графиком, для этого нужна атомная генерация, все очень хорошо, все красиво, спокойным, ровным графиком, оно уходит, никаких пиковых нагрузок нету, разгрузок, то есть все как бы, все хорошо. Вот эти 550, которые на сегодняшний день не хватает, плюс, естественно, нужен запас. То есть если мы говорим, что у нас пик хватает, ну, возьмем 1200, то есть на вот эти вот 200 еще нужен запас, в противном случае, но опять как бы начнутся какие-то дисбалансы. Хорошо, то есть, ну, смотрите, если не хватает 550, да, а они говорят, что у них там есть вот эти, ну, окей, ладно. Если вы говорите, что временно, то это действительно временно, и никаким образом оно не может стать постоянно. Дизель, да, газотурбины могут играться долго, с дизельными как бы это проблема. Хорошо, что касается так называемого энергетического моста, а насколько это реально? Я думаю, что реально вопрос, насколько проведены работы, самое парадоксальное в этом всем вопросе, непосредственно на суше. То есть из Керчи, да? Со стороны России, со стороны Крыма, то есть насколько там построена инфраструктура. Потому что бросить кабель, вот все сейчас сориентировались на этом несчастном китайце, который тянет кабель, вот протянуть кабель – это не проблема, это уже, по сути дела, финальная стадия. То есть вопрос, куда этот кабель направить, с одной и с другой стороны. И с одной и с другой стороны, да? Давайте так, ну вот с одной стороны есть Ростовская область, да, там Краснодарская область и дальше там Ростовская АЭС. Там есть какие-то, ну я не знаю, вот как вот, если сейчас, вы говорите, эти 550 мегаватт шли с Запорожской АЭС в основном, да, то там вот с Ростовской АЭС, у них там есть эти дополнительные там 550 мегаватт, например? Я думаю, что если они выйдут как бы на максимальную мощность, они дополнительную выдадут. То есть у атомных электростанций всегда есть запас, да? У них запас есть. А так это в Украине, я думаю, что и в России точно такая же проблема, как и в Украине. У нас не проблема произвести, у нас проблема передать. Продать фактически, да. Продать, ну фактически выдать в рынок, да. Да, потому что нет этих самых, и за многие годы не строились... Проводков, вот нет проводков. Проводков, банально. Самого простого, да. Инфраструктуры, да. Вот это инфраструктурная проблема основная. А хорошо, о каком времени может идти речь тогда? Потому что господин Аксенов выступает вчера, он говорит, что 22 декабря уже мы все решим этот вопрос этим Керченским энергомостом. Реально, то есть я понимаю, что кинуть провод, да, вот такой через этим кабелеукладчиком и можно, да. А вот именно подать туда электроэнергию и подать потом в Симферополе эту электроэнергию, как долго это решается? Это, покрытое мраком, я пытался, кстати, вот и московских коллег узнать. Как-то народ тут очень настороженно и неохотно разговаривает на эту тему, скажу вам. Потому что мы видели, да, и наши корреспонденты видели, на Керченском полуострове они тянули ЛЭП. Но тот ли, мы не специалисты просто, да, видели, ведутся работы по линии электропередач в направлении Керчь-Феодосия. То это или не то, да, мы не можем сказать. Я боюсь, что тут мы все это узнаем исключительно, так сказать, эмпирическим путем. И по факту, да. По факту, то есть произойдет это или нет. Хорошо. Знаете, вот я еще хочу вернуться к теме газа тогда. И к теме Крыма, и к теме Турции. Потому что, да, вот была, помните это, вы-то помните, конечно. Как там, Южный поток, Турецкий поток, как правильно его назвать? Взжал был Южный, потом Турецкий, Южно-Турецкий. Южно-Турецкий. Вот смотрите, да, это просто такая картинка у нас была, что... Это не у нас, да, но вот как бы была такая картинка, что Южный поток закрывается, да, а вот есть там, есть новый проект, российско-турецкий. Значит, в одном из интервью вы сказали, что любые попытки провести виртуальный реверс натолкнутся на очень мощное сопротивление со стороны Газпрома. Кроме того, это создать дополнительные предпосылки для разговоров о необходимости строительства обходных газопроводов. Да, но это было как бы еще до всех этих событий. То есть, в принципе, ничего не поменялось. Ну, по большому счету, я вам скажу даже больше, что как бы скептически не было, не относились к Южному или там Турецкому потоку, если мы посмотрим на два проекта, которые сейчас активно обсуждаются в Центральной и Восточной Европе, газовых, это Тесла и Истринг. Они разнятся только по протяженности и стоимости. Истринг дешевле, Тесла более дорогой, разные страны, по которым они будут проходить. Так вот, самое интересное, что их хвосты, один, то есть, один конец упирается в Баумгартен, то есть, крупнейший хаб Центрально-Восточно-Европейский, а второй как раз четко ложится на трассу Турецкого потока. То есть, в принципе, как бы при всех заявлениях Европы, и вот если сейчас вы посмотрите, после заявления ЕС о том, что они не будут финансировать за счет бюджета Евросоюза возможное строительство Северного потока, что 10 стран, которые возразили против строительства Северного потока, это как раз те 10 стран, которые могли гипотетически участвовать либо в Южном потоке, либо в Турецком. Ну окей, хорошо. Вот смотрите, да... То есть, своя рубашка ближе к телу. А как вы думаете? Ну смотрите, окей, да, как бы вот Россия не сумела там договориться с Европой, или Европа не захотела договориться по поводу этого Южного потока, там Россия тогда договорилась с Турцией по поводу Турецкого потока. Как вы думаете, будет продолжено это строительство после вот всех тех политических событий, избития российского самолета? Надо понимать, потому что, как бы, из тех заявлений, которые вот сейчас, на данный момент видны в СМИ, да, то, как бы, позиция Эрдегана довольно странная. Потому что он уже предлагает встречу. С одной стороны, он говорит, я не буду извиняться, с другой стороны, говорит, я предлагаю встречу 30-го числа, 30-го ноября в Париже, для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. То есть, я так понимаю, что Турция не готова на прямую конфронтацию с Россией, как, впрочем, и Россия не готова на прямую конфронтацию с Турцией. Это не в интересах. Экономика, скорее всего. Скорее всего. Спасибо. Валентин Землянский был гостем нашей студии. Сегодня мы говорили про цену на газ, ну, не про цену на газ, да, про возможности поставки газа, российского газа на Украину, а также о том, немножко затронули тему, конечно, и электроснабжения Крыма, когда там появится вновь электричество из Украины или из России. В общем, пока что вопросов больше, чем ответов. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами на канале Черноморская телерадиокомпания. Субтитры сделал DimaTorzok